здравствуйте друзья у нас в студии сегодня гость канала мы гостя попросим представиться потому что я может про него мало чего знаю вообще ничего не знаю а вот он нам что-то расскажет давайте здравствуйте меня зовут Андрей Кузьмин я из города Воронеж давний подписчик Михаила Портнова сейчас здесь силиконовой долине занимаемся запуском предприятия запуском стартапа разработали замечательное мобильное приложение идею которую подал Михаил Портнов он еще не знает даже об этом но как бы это не то что с карточками для изучения языка а вы что-то мне писали да вот не ну расскажите хохмочку я просто скажу что я в свое время говорил что когда я разучивал слова вообще учил английский для меня существенно было набрать словарный запас я мало беспокоился о грамматике но мне просто не хватало слов я не понимал вообще что люди говорят следующий вопрос когда тоже все слова понимаешь они ни во что не складываются это уже отдельно но вот тот момент мне не хватало слов я просто карточки за этого я не понимаю что когда меня зовут фашка мне это рассказывал я вообще не знаю ноati как еще один вопрос я обычно это не скажу что в Bengае им это есть какие-то классные звуки я не давно была никакой ну вот они потому что это когда я не знал как то мне чего-то мне неудобно постоянно их с собой таскать, зато выкидываешь, знаете, так вот есть колода, что-то зазубрил, выкинул новых, подложил. Ну да, в общем, я захотел найти какое-то удобное мобильное приложение для этого, и ничего такого для меня удобного на рынке не оказалось. А есть какие-то флеш-карты такие есть, приложения? Да, они есть, но сделано не очень удобно, по ряду причин. Во-первых, в основном они дают уже готовые карты, а мне нужно создавать свои, плюс часть приложения неплатные, плюс, как-то мне показалось, не очень быстро это работает, постоянное подключение к интернету нужно, что-то еще, в общем, взялась идея создать свое. Но это именно на мобилках? Да, да, вот, появилась идея создать самому удобное приложение, вот, и как-то я давно уже увлекаюсь мобильной разработкой, и как-то мне очень это нравится, и нужна была идея для того, чтобы начать себя реализовывать как-то, вот. И, в общем, изначально это было просто как сделано, как одна колода карт, то бишь, одна база данных, и, соответственно, можно было создавать эти карточки, переворачивать их, листать, вот, и это я сделал самостоятельно один. А эту штуку, которую вы сделали, ее можно наполнять любым содержанием? Например, завтра мы захотим сделать такие флеш-карты, которые отвечают на вопросы по иммиграции. Да, абсолютно. То есть, вы, фактически, сделали платформу, а в нее еще хочешь напихать? Да. А, окей, все другое дело. И тут, это, конечно, намного ярче. Да. Вот, и, в общем, как изначально, то бишь, я сделал сам приложение на Android, только платформе, в котором было пустым. Постойте, вы по образованию кто вообще? Инженер по автоматизации. Чего? Автоматизация технологических процессов и производств. То есть, вы никакого отношения к Android не имеете? Ну, нет, ну, как бы, мы контролировали, программировали контроллеры промышленные. Немножко, я чуть-чуть... Это дорого вы стоите. Чуть-чуть я представление имел о программировании и до этого я в России занимался бизнесом логистическим и тоже длительное время разрабатывали с программистами свое программное обеспечение. И как-то я постепенно пришел к тому, что это мое в жизни. И мне очень нравится разрабатывать софт, создавать что-то. Пока я не забыл, в Воронеже есть какая-нибудь площадка, где танки, танки и туристы могут на них залезть или даже местные на танки? Она небольшая, это больше парк, на котором... Наверное, в каждом российском городе это есть. А, то есть танков много. Просто парк, и в котором там старые какие-то танки, там несколько танков, вертолет, что-то еще, пушка. Это, наверное, в каждом российском городе без исключения есть. Так что в наше время не было. В наше время вот на ВДНХ стояла ракета, так вот, и вот можно было в нее там детей запускали, они там или нет, или может самолет даже был какой-то... Да, и ракета, и самолет. Я недавно был на ВДНХ, вот где-то год назад. Правда, я там, а я там вот, когда к этой ракете идешь, вот тут слева был вычлительный центр. Вот я там работал. Здорово, здорово. Возвращаемся к теме. Так. Приложение. Значит, вам понадобилась команда какая-то? Ну, изначально как бы я сделал сам, простое. Приложение вот с одной базой дамы, с одной колодой, условно говоря. Из этой колоды можно карточки добавлять и, соответственно, удалять. Вот. А я извиняюсь, а вот все-таки неудобство маленькой такой штучки состоит в том, что, ну, как вот туда вводить? Может быть, можно как-то вводить вот с клавиатуры удобненько, а потом туда качать на улице как-то вот это? Этот механизм мы разрабатываем, то бишь у нас сейчас сайт, он, в принципе, как веб-приложение на PHP написан, и мы его, в принципе, будем интегрировать под это дело. Мы будем делать платформу для того, чтобы можно было зайти самому базу данных из текстовых документов создать, просто копипаст сделать, вот, и, соответственно, они будут выгружаться в девайс. Кроме того, вот эта платформа, она будет, соответственно, работать для преподавателей по иностранным языкам. То бишь, как это будет работать, например, ну, есть группа, есть преподаватели. Преподаватель через лэптоп, там, или компьютер заходит в приложение, соответственно, допустим, урок неправильные глаголы. Вот. За место того, чтобы раздавать вот эти бумажки или там на электронке отправлять студентам, то есть, соответственно, кроме всего прочего будет преподаватель закидывать любые базы данных, формировать и отправлять студентам. То есть, вы какие-то под библиотеки можете маленькие делать. Да, да. А вот, я извиняюсь, а звучание можно? Да, сейчас вот отдельно. То бишь, вот после того, как это сделал, потом решили, я решил добавить звук, и мы уже подключились, ребята, к этому проекту дополнительно. Я извиняюсь, а вот все-таки звук. Я понимаю, что все звуки уже есть. Вот можно там, скажем, я очень уважаю там Webster, он такой хороший, такой американский звук дает и все. Это можно как-то качнуть бесплатно или надо самому наговаривать вообще, что со звуком? Здесь два варианта, можно наговаривать, но это очень долго и очень нудно. И плюс, под те карточки, которые вы сами создаете, тоже вам наговаривать, но пользователи не будут это делать. Мы используем синтезаторы речи, которые идут к платформе Android и, соответственно, к платформе iOS. То бишь, в дальнейшем, в дальнейшей истории мы потом... Потом к нам присоединились разработчики iOS, вот, соответственно, у нас уже команда из десяти человек, и мы разработали уже для... Постойте, реально нормально звучит? Да, да. Давайте в микрофон позвучим. Я сейчас погромче сделаю. Какое слово там? Among? Ну, можно любое сейчас выбрать. Давайте, какое слово мы хотим? Можно предложение выбрать, сейчас что-нибудь посложнее перемотаю. Beginning. Beginning. Вполне здорово звучит. На русском можно. Быстренько так. Начало. Вот. А то, что быстро, это регулируется в настройках телефона, заходите в настройки. Синтезатором речи вы можете сделать, он будет медленнее говорить. Вот. То бишь, асинтезатор речи... Давайте DIL попробуем. Вот у вас тут. DIL. DIL. Можно попробовать предложение. Давайте. Есть база данных с предложениями. Вау. Вот. Слушайте, это классно. А предложения откуда набирались? Сейчас отдельно про базы данных расскажем. Ой-ой-ой. Так. Ну вот, например. Absolutely. You know clothes better than anyone. То бишь, это на английском, соответственно, предложение. Безусловно, вы разбираетесь в одежде, как никто. Безусловно. Вы разбираетесь в одежде, как никто. Довольно-таки неплохо. Прилично. Вполне. Прилично и по-русски, и по-английски, да. Вот. Значит, отдельный разговор по поводу баз данных. То бишь, после того, как сделали одну базу данных, соответственно, пришла мысль собрать базы данных на несколько языков. И начали с 500 самых популярных слов. Есть статистика. Окей. Самые популярные использованы. Конечно. Конечно. Вот. То есть, собрали базу данных на 500 популярных слов. Сначала языков на 20, наверное. Потом я решил как-то масштабно подойти. Как-то пошло, знаете. Вот. Ну, как творческий процесс. Душа развернулась. Вот. И собрал аж на 67 иностранных языков. То бишь, 67 национальностей могут, в принципе, пользоваться. И эти базы данных получить. Да. Понимаете. Это, конечно, здорово. Но все-таки какой-то труд задействован. Очень большой. Вот есть. Да. Вот. Как сказать. Вот я бы брал такие языки, которые, ну, как бы всем нужны. Как бы у них массовые такие. Скажем, английский очень массовый. Там, скажем, китайский очень массовый. Ну, наверное, еще там японский, немецкий, французский, испанский. Ну, вот так, когда начинаешь смотреть, вы знаете, получается, у меня получил список где-то порядка 67. То бишь, это вот языки с общим количеством пользователей, так скажем, где-то там, ну, от 5 до 10 миллионов человек. Спасибо. Это все потенциальные пользы. Спасибо. То бишь, как бы вот если посмотреть, то... Друзья, нам поднесли. Спасибо. Значит, то есть я проанализировал, и получилось, что более-менее популярных языков на планете получилось 67. Хорошо. Давайте так. Сделали по 500. 67 языков. По 1000 сделали, по 3000 сделали. Вот на это, да. Значит, после этого как-то уже, ну, и рука набилась, и, соответственно, уже было понимание, как это делать. Вот собрали сразу на 5000 популярных слов. Вот эти слова расположены... По 67 языкам. Да. Эти слова расположены в порядке популярности предложений. Пока... В дальнейшем мы сделаем сортировку. Можно будет по алфавиту, от ая до ая, и как бы наоборот сортировать их. Сейчас они идут в порядке популярности. По частотности. Да, по частотности. Конечно, очень разумно. Вот. Потом, как бы, пришла мысль собрать базу с предложениями. То есть 500 предложений. Здесь что-то сами собирали. Давайте я вам скажу. Вы этими предложениями меня очень подцепили. Дело в том, что, когда мы начали эту школу 23 год назад, приходили люди, которые не говорили по-английски. Ну, или, скажем так, они так говорили по-английски, чтоб наши враги так говорили по-английски. Понимаешь? Это было очень грустное зрелище. И мне нужно было решить вопрос, как вытащить их, не вообще в английский, но чтобы они могли читать, как минимум читать, учебную литературу по тестированию программного обеспечения. Понимать, чтобы могли. И у нас есть тут замечательный педагог из Москвы, женщина, она преподавала… В свое время это были очень крутые двухлетние курсы, там это вообще было не попасть. Она здесь работает социальным работником и, в общем, очень-очень классно. И она, правда, вот как все люди этой школы, они грамматику любят очень. Как же без грамматики? Как же без грамматики? Я вот без всякой грамматики обхожусь ничего. Но дело не в этом. И вот я ее позвал и говорю, слушай, вот у меня есть такая идея. Значит, вот там она поначалу так… Я ей дал десять уроков и она, в итоге она увлеклась, у нее пошло очень здорово. И она под конец, она говорит, все-таки я десятый урок там грамматики. Но в чем была идея? Значит, во-первых, мы работали с… Один слой лексики у нас был просто слова. Второй слой лексики у нас были фразы. Я попросил приятеля, который программист, была в файле, в каком-то… я не помню уж там в каком-то файле было… в каком-то… не знаю… Вордовский, может быть, файл или какой-то… была книжка, потестируем в файле. Откуда взялась, не знаю, но она была. И он эту книжку из файла, значит, там проанализировал, пропарсил там и так далее, и сделал мне частотный словарь из этой книжки. То есть у нас были слова по частотности употребления, ну, грубо говоря, в профессии. Может быть, там даже и не одна книжка была, сейчас не помню. Вот. Он проделал такую работу, после чего уже вручную я прошелся по этой книжке, отбирая предложения. Вот я вырывал из контекста предложения, которые, с моей точки зрения, составляли какой-то смысл. То есть можно было понять, что сказано вне контекста. И там было много-много предложений, которые она должна была с ними отработать. И третий уровень у меня был, по-русски я бы назвал это абзац. Здесь параграф, там, здесь абзац. И вот дальше я брал эти абзацы, и там были слова, которых они могли не знать, не вошедшие вот в этот список, но они должны были по смыслу сказать, что там написано. Понимаешь? То есть я выстроил некий процесс доведения людей до состояния, когда они читают литературу по профессии, и, в общем-то, понимают, что написано. Ну так не понял слова. Здорово. И когда вы сказали про предложение, у меня прямо внутри вот это вот забилось, потому что я… а где он взял предложение? Что у него… Правильно. Ну, просто я к чему говорю, что если мы, скажем, будем делать лексику… Турист едет в Америку, да, знаете? Едет в Америку или там, не знаю, во Францию. И ему нужно гостиницы, ресторан, ну, обычный набор, вот все книжки на этом строятся, да, все эти курсы и так далее. Вот ему нужен вот такой набор лексики, вот такие фразы, вот такие, может быть, какие-то описания чего-то, я не знаю, чего… В Германии мы были с женой тут, я не помню, поехали, в Мюнхене были на фестивале пивном. И жили в доме, и надо было постираться, и там машина внизу стояла, и мы в нее засунуть-засунули, запустить-запустили, а дальше оно не отдавало. А инструкция висит, ну, на немецком. И я, конечно, изучал в школе, ну, вы, понимаете, как давно это было? Раз, второй, мы не изучали в школе инструкции по управлению машиной для стирки, понимаете? Но вот того, что осталось со школьных лет, это было нечеловеческое усилие с моей стороны, я несколько раз подбирался, но все-таки я понял, как открыть эту штуку и вытащил. К чему я говорю? Вот это контекстное восприятие, практически, я же не знаю теории там, ни лингвистики, ничего, но это очень важно. Поэтому вы можете эту штуку развить в направлении, там, допустим, вот лексика для вот этой ситуации, для программирования. Я думаю, спрос будет большой. Для интервью там… Однозначно. Это вот я только хотел об этом сказать. Давайте, давайте. Мы на одной волне, ребята. Я так прям… Это наш следующий этап как раз, то бишь, мы будем собирать тематические, я их назвал так, тематические базы данных, прохождение интервью, технические термины, поход в ресторан, путешествия. Слушайте… Огромное количество баз данных будет. Я хочу сказать просто вот так, позарез. Возьмите все мыслимые и немыслимые applications, которые люди заполняют в Америке. На, там, на social security, там, открыть, открыть, там, этот, чтобы выдали тебе social security. На квартиру, чтобы снять. Я уж, честно говоря, не… Там, на страховку застраховать. Ну, я не знаю, вот все applications, пусть люди подскажут, какие нужно, ну, или возможно. На самом деле, если десяток applications будет, то еще 150, они из них легко выйдут. Да, это большой труд, на самом деле. Это большой труд. Но я просто… Чего говорю? Это же просто… Это уникальное будет. Я скажу, первый месяц в Америке, вот, я не думал тогда флеш-карт, но я думал, надо бы сделать такое пособие. Читаешь вывеску на магазине, хрен поймешь, что там. То есть, конечно, когда ты посмотришь, что продают, уже понятно. Но вот так что ты смотришь, то ли это имя человека, то ли товар какой. Понимаешь? Ну, хорошо, хотя бы имя, мы знаем имена. А что это? Вот как раз вы меня подвели к… Вывес. Потому что я хотел сказать, помимо вывесок, вот, я думаю, что, ну, где-то месяца два-три, ну, я надеюсь, что без форс-мажора мы… у меня уже значительная часть информации собрана. будет база данных, американский сленг, идиомы и сленг разговорный. Вот. То бишь мы… ну, я, в принципе, я думаю, что эту работу мы, ну, два-три месяца, и эта база уже будет… У меня есть книжка, если хотите, она в PDF, по американским идиомам. Отлично. Супер будет. Я вообще супер будет. И вот если этот словарь как раз… Я ее качнул 10-10 назад где-то. Тот словарь, который вы составляли, если вы предоставите словарь, это будет вообще супер. Так это же под DOS-ом… Ну и что? Было это когда… Ну, если где-то файлик лежит, мы попробуем в текстовый. Понятно. Ну, с идиомами тоже будет супер, потому что я сейчас как раз собираю эту базу. И вот 500 предложений, которые сейчас есть… Хотя, в принципе, можно качнуть… Сейчас с Google что хочешь можно качнуть. Да. Ну, все равно, как бы… Я сомневаюсь, что будет прям такое полное собрание вот этого сленга идиомов. Я думаю, что надо еще с нейтив спикерами пообщаться. Потому что что-то добавляется постоянно. Если бы можно было идиомы собрать, которые в частотном порядке сортированы, чтобы то, что люди реально говорят… Я буду сортировать сам. Я, как бы, здесь уже тоже общаюсь. А я читаю много такого, знаете… Ну, публикации там в интернете и так далее. Там свои идиомы такие были. Когда о политике говорят такие, когда еще о чем-то там, о бизнесе другие. И… То есть тоже, на самом деле, могут быть идиомы там для политических дискуссий, идиомы для бизнеса, финансы и так далее. Молодежь же будет очень познавательна. Например, сейчас все слушают американский рэп. Ну, там ведь практически ничего не понятно. То есть вот эти афроамериканцы, которые поют песни, они используют свой снег. Там ведь половина непонятная. Абсолютно, то бишь… Значит, баз данных для рэпа. Да, да. Ну, в общем, планы огромные. И вот те 500 предложений, которые сейчас есть, я их собрал сам. Ну, когда проходил какие-то курсы онлайн по английскому языку, что-то записывал у себя. Вот. И как-то я понимал то, что эти предложения мне нужно будет потом повторять. И, в общем, эту базу я туда положил. Если вы предоставляете возможность, скажем, педагогам, создавать свой лексический какой-то набор-то, предложений, там есть от чего идиом, то, может быть, просто вот как open source сделать для педагогов уже, которые захотят участвовать, на самом деле, да, может быть, чтобы они… Все-таки люди грамотные и, как бы, ну, заинтересованные, может быть. А может быть, есть люди, которые просто изучают что-то. Может, они не педагоги, но они там наболевшие, знаете. Угу. Ну, да. В общем, много довольно-таки работы предстоит. Вот, казалось бы, да, все началось с простой колоды карточек, а пошло дальше, дальше, дальше. И сейчас уже даже вот то, что мы с вами наговорили, это уже, наверное, на год от такой плотной работы команды. Вам сейчас ребята накидают, знаете, сколько? У нас народ очень такой креативный. Кстати, а помощники нужны какие-нибудь? Может, нам кто-то захочет помогать? Ну, пока у нас команда сформирована. Я имею в виду преподаватели, может быть, по-английскому. Ну, пока у нас команда уже есть, но если какая-то помощь, какая-то инициатива будет, конечно, мы все рассмотрим. В комментариях. Однозначно пишите, да. Напишите, что вот я хочу делать вот это, вот это. Значит, соответственно, ребята увидят и, может быть, не сейчас, но потом там аккаунт в скайпе есть. Любую инициативу рассмотрим. Я извиняюсь, а есть какая-то бизнес-модель? Или, другими словами, деньги где? Или это чисто пионерская? Значит, то бишь, вот та информация, которая сейчас есть в приложении, сами приложения, они есть бесплатные и будут бесплатные. Абсолютно. Вот. Часть баз данных, которые мы соберем, тематических, то есть они будут по-английскому аккаунту. Вот они будут... В этом есть смысл. Потому что нам нужно тоже как-то себя содержать. Вот как бы мы не можем за бесплатно там всегда работать. То есть как бы сейчас мы потратили кучу времени уже и... Хорошо, хорошо. Там язык бесплатно, а библиотеки уже... Да. Какие-то базы данных будут платные. То есть сейчас мы уже тоже будем добавлять... Вы можете вот что сделать. Вы можете сделать такие... Вот как на Амазоне или на Ebay у людей есть свои аккаунты. Да? Вот. Вы можете людям предлагать делать свои аккаунты, из которых они могут продавать свои там библиотеки. Да. Вот. А вы там комиссию какую-то возьмете? Ну, в общем, сейчас главное все это доделать до конца. Умищета, умищета доделать. Супер идея. Сейчас главное развернуть вот эту платформу, как мы планировали. А потом уже, ну, я думаю, что уже как заработать мы придумаем. Вот плюс. Еще я хотел вам такую тоже показать нашу уникальную абсолютно функцию, которой вообще нет ни у кого из подобных каких-то продуктов. это мы разработали уникальный плеер для прослушки всех этих баз данных. То есть как музыку. Вы можете учить язык там на работе, во время езды на машине там, когда занимать спортом, как угодно. То есть это все работает. Вот. А в чем проблема плеера? Нельзя было готовые взять? Ну, как же. Плеер озвучивает звуковые файлы, а у нас, извините, текстовые. Вот. Плюс здесь определенные нужно паузы делать. Вот я вам сейчас покажу. То есть если кто-то помнит, вот в России, ну, там, на территории постсоветского пространства в 90-е годы был очень популярный метод, всех учили язык с кассетами. То бишь сначала вот это предложение, потом перевод. Вот. То есть, соответственно, сейчас как-то это все уже завлохло, но это на самом деле было очень тяжело технически реализовать. Мы с этим плеером замучились, было багов огромное количество. Вот. И на каждой платформе это было, ну, очень тяжело сделать. Но мы реализовали, это работает, сейчас довольно-таки качественно. Сейчас я могу включить, например. Самый английский. Я возьму это. То бишь его запускаете? Я возьму это. Еще раз, дай сюда. Угу. Но вам не обязательно это делать. Я настаиваю, вы мой гость. То бишь, ну, может быть мы еще, конечно, доработаем это все, но уже вполне прилично. Может, разделим счет поровну на всех. Спасибо за вашу трудную работу. Еще раз спасибо за вашу прекрасную работу. Вот. Значит, плюс плеер. Ну, можно, соответственно, скроллить и с любого места запускать. Ну, вперед-назад. Слушайте, это можно вместо себя тоже. Вот там пришел в ресторан, там нажал, пришел и послушал. Да, да. Ну, как бы тоже вот по поводу ресторана, например. То бишь, вы приехали в какую-то новую страну, едете в ресторан, в машине или вы не знаете, как, что сказать. То есть, соответственно, пока вы едете, запустили, послушали. Слушайте. Слушайте, давайте так, а такой режим возможен. Вот я, например, приехал в какую-то страну, да, и я вот написал по-русски, там, скажите, пожалуйста, как пройти в библиотеку. Потом нажал кнопку, так, а она, во-первых, перевела на язык этой страны, а во-вторых, вслух произнесла. Так и получается с переводчиком? Это можно сделать, вот, и это нужно будет как-то задействовать какого-нибудь Google Translator. Мы, в принципе, думаем это делать, но здесь мы, в принципе, не делаем Translator. Вот, хотя мы можем поставить существующий движок, да? Да, да, ну, фреймворк написать для Google Translator. То есть, наша задача сделать механизм для запоминания слов и коллекционирования слов и предложений. То бишь, основная функция еще, то бишь, вы, естественно, все эти карточки создаете сами. То бишь, вот по поводу баз данных я еще вот саму структуру объяснить, как это работает. То бишь, вот в данный момент три базы данных готовые мы даем с приложениями. 500 слов, 500 самых популярных слов, 5000 самых популярных слов и 500 предложений. Плюс еще в приложении две базы данных. Это ваша активная база данных. То бишь, это те слова, которые вы где-то услышали. Китайский прям. А, ну да, это можно, соответственно, здесь из любых языков брать, закидывать. Вот. То бишь, ваша активная база данных, то бишь, смысл в чем? Вы услышали где-то слово, понимаете, что оно вам там тяжело дается, да? Вы его, соответственно, сюда внесли. Вот. И создали карточку. Вот. И создается карточка в активной базе данных. То бишь, соответственно, только те слова, которые для вас наиболее трудно запоминаемы. Вот. Плюс можно, если слово не запоминается никак, можно закрепить картинку мы сделали, то бишь, какой-то зрительный образ. Сделать фотографию или скачать с интернетом. Знаете, что мне это напоминает? Вот. Известную сказку про кашу из топора. Вроде взял деревяшку там, да? Топорище. И сунул в воду. И вроде, понятно, понятная каша. А потом так, перловочки, маслица, соли, там еще что-то. И вы начали, начали с этого вот. С деревяшки-то. Вот. И плюс дальше, соответственно, из тех баз данных, которые мы даем, в том, вы можете все слова и предложения, ну карточки, да, перемещать в эту активную базу данных. То бишь, условно говоря, вы листаете, да, и видели слово, которое тяжело вам, например, circumstances, да? Circumstances. Нажимаете кнопочку, и оно перемещается в эту активную базу данных. Оно у нас уже здесь. Это хорошо, да. Бывают такие слова сто раз налетаешь и никак не запоминаются. Да. И оно же здесь. Если вы выучили слово, соответственно, можно встать это, его перекинуть в изученное и мониторинг изученных слов. А есть такой режим, в котором, ну как бы обучающий, когда вот, скажем, есть там, ну, библиотека на сто слов. И она вас гоняет, то есть, там, показал, узнал, показал, узнал, показал. Ну, как-то заставляет вас что-то делать. Или вы просто сами должны пойти из внутренней активности и найти то, что вам надо. Зазубривание. Есть режим зазубривания, когда оно вас гоняет? То есть здесь, да, вы сами себя заставляете. То бишь, ну, открыли, например, первую базу, если язык вы только начинаете учить, пятьсот слов, да, базовую. Вот, открыли. Ну, и, соответственно, листаете эти слова. Плюс еще, можно выбрать режим, с какой стороны открывать карты. Подожди, а вот такой режим, открыл страну, там, допустим, английский, американский. Открыл базу на пятьсот. потом говорю поехали и он мне выкидывает слова а к нему там допустим сколько-то и чтобы я его там ну как-то я выбрал перевод правильный нет ну как бы здесь может быть мы этот инструмент тоже будем делать ну сама и идея у нас использование флешкарта флешкарта сама подразумевает две стороны одна сторона слова другая перевод вот сложные вот эти механизмы то есть мы не делаем курсы мы делаем инструмент для запоминания слов предложений для отработки произношений вот кстати тата работа которая мы тоже сейчас начинаем значит будет еще вот здесь кнопочка с микрофончиком вот слева на ли на каждой карточке то бишь можно будет нажать произнести слова или предложение соответственно то что карточки написано и приложение покажет где в каких словах или в каких местах местах вы произнесли неправильно она будет работать с вашим произношением я расскажу вот как человеку которого со слухом плохо музыкальным ну то есть так я вот мне в детстве от учительницы говорила в садике говорила только сядет у таки мальчик и ты не пой и потом весь садик пела я только слушал так вот я хочу сказать что наверное у многих людей не только у меня есть проблему услышать себя самого вот когда вы например это слово отрабатывать вот ведь он я нажал и сказал она мне поправила еще на самом деле вот я сказал и как бы сказать я сказал и и услышал себя но тоже очень интересно давайте вот чего сделаем давайте мы на этом месте может быть начнем сворачиваться мне нужно или давайте вы пока рассказывайте а я сейчас запущу процесс у нас урок начинается через 15 минут в онлайн-классе я должен ребят пригласить я просто параллель немножко отвлекусь давайте у нас есть пять минут на то чтобы ударно завершить раз два три 4 5 ok 1 и я сейчас давайте нет вы не молчите а значит что еще самое интересное welcome to the webinar you have entered as an organizer and may now speak to any other organizers or panelists on the line when you are ready to begin the presentation press the start broadcast button on the go to webinar control panel to allow all attendees to hear you this system will notify you once you begin your broadcast его либо вообще нет ну то бишь он недоступен во многих местах либо просто он дорогой то есть соответственно вы можете один остановить приложение все базы данных закачиваются прямиком смартфон вот и вы можете изучать когда угодно кроме того в самолет вы сели летите в новую страну соответственно в самолетном режиме полная функциональность приложения а вот что немало важно такой вопрос вот люди нас слушают и задаются естественным вопросом типа лично я шоя с этого буду иметь желательно сегодня вот есть что такое чтобы сегодня людям что-то дать и чтобы они сказали вот я слушал службы хоть так хоть польза была смысле практическая как конечно можно выучить в принципе практически любой иностранный язык за абсолютно за бесплатно то есть ли вы можете вы это я вам сказали вы скажите как то есть идете на наш сайт соответственно на сайте есть вся информация о нас и есть инструкция текстовая есть ссылки на social media на ю тубе например тоже можно будет посмотреть на наш сайт и есть ссылки на social media на youtube например У вас есть канал на ютубе? Ну, небольшой там, мы там парочку видео буквально Не, ну, товарищи, тоже нет Ну, слушай, так вы там тоже расскажите же про ваши датчиков? Да, рассказали, там есть видео на Роскомандаре Просмотров много было? Нет, не очень много, на Фейсбуке много У нас группа на Фейсбуке Сколько? Где-то порядка четырех тысяч двести сегодня Это с учетом того, что мы запустились две недели назад То есть у нас уже это под пять тысяч пользователей Мы растем Вы тогда ссылочку на наше видео туда сбросьте Хорошо, вот, значит, соответственно, можете зайти на наш сайт Там есть ссылка на установку Android-приложения И на установку iOS-приложения Устанавливайте, пользуйтесь бесплатно Если вдруг у кого-то будут какие-то ошибки или пожелания Пожалуйста, есть кнопочка в приложении в меню Прямо контакт АС Или по-русски со с нами Да, еще немаловажно Приложение локализовано уже на русский язык И сайт локализован на русский язык Если вы в Соединенных Штатах будете запускать, то можно там выбрать язык Народ, у вас столько простора для креатива У меня самого уже голова трещит Если бы я мог там время выделить, чтобы как-то поучаствовать, я бы тоже радостно Ну, мы можем поболтать иногда, может что-нибудь такое Конечно, конечно Хотя у них не проблема сейчас, что нет идей, у них проблема, что у них нет сил все идеи внедрять Ну, давайте так, волонтеры пишут в комментариях Все, кто не волонтеры, просто ставят лайк И те, кто хотел бы воспользоваться, значит, воспользуйтесь и потом отпишитесь А группа в Фейсбуке как? Линк карта тоже называется Ну, короче, вы мне на все напишите Потому что, если кто-то хочет присоединиться, было бы с нашей стороны неправильно Большая просьба Вот, если вдруг что-то не понравится Или какие-то будут пожелания, тоже пишите Вот, мы обязательно учтем в разработке И, как бы, проект у нас только стартовал недавно Много планов мы будем добавлять Слушать каждого пользователя Хорошо, друзья, мы с вами, значит, расстаемся Мы бы еще поболтали, но действительно так получается, что сейчас урок начнется И мы уже доболтаем, мы уже доболтаем там без записи А запустим педагога и пусть она уже работает Давайте мы так, я левой рукой, а вы правой Так всем помашем и скажем пока Пока